25 января, в День студента, на сцене театра драмы Марат Башаров, Владимир Стержаков и Ольга Медыныч представят легкую уморительную комедию «Сублимация любви». Этот смешной спектакль прекрасно поднимет настроение в начале рабочей недели. Подробнее о постановке нам расскажет организатор гастролей Наталья Русских. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Скажите нам, пожалуйста, о чем спектакль, какой сюжет? Спектакль, конечно, о любви. Неожиданно? Да, неожиданно, даже вот по названию странно, что такое совпадение. Да, спектакль о любви, легкая комедия, действительно легкая в итальянском стиле, потому что это пьеса драматурга Альда де Бенетти, я это выговорила. Вообще в табакерке спектакль идет очень давно и пользуется успехом, но это уже антрепризная версия, другие актеры. И сюжет рассказывать, я думаю, не надо, потому что люди придут и посмотрят, но смысл в том, что Марат Башаров играет такого поэта-неудачника в очечках, такого очень смешного. А Владимир Стержаков играет депутата, такого, значит, у нас, да, представительного. И, естественно, Ольга играет девушку, в которую влюблены оба. И, в общем, весь сюжет как-то лихо закручен, и как-то он должен в конце лихо раскрутиться. Поэт против депутата в любовной истории. За. Ну, то есть, вроде как за, но вы... В общем, надо смотреть. Иначе это то же самое, что рассказать, кто убийца. Заинтриговали. А кто режиссер спектакля? Вот. Это самая главная фишка, на мой взгляд, что режиссером спектакля является Алексей Кирющенко, мой уважаемый и любимый режиссер, действительно, это так. Потому что в свое время мы почти каждый год возили в Челябинск спектакль «Чонкин», где он был режиссером, там же он играл. Также это режиссер ситкома «Моя прекрасная няня». Все, что делает Алексей Кирющенко, это прекрасно. Это действительно так, с точки зрения режиссера, потому что там потрясающий юмор. Там нет ни грамма пошлости никогда, но при этом всегда все на грани очень смешно. Вот. И на самом деле он не так много вот ставит, работает с антрепризами, но когда он с ними работает, это получается очень хорошо, действительно. А действие спектакля происходит в наши дни или в какие-то давние времена? Ну, по пьесе оно происходит в другие, да, более давние времена. Но, как бы, естественно, все сделано на современный лад и шутки тоже. И у Алексея Кирющенко есть интересная такая тема, вставлять какие-то моменты в... Допустим, уже вот сейчас есть какая-то актуальная проблема, да, и вот он ее красиво... Вводит в спектакль. Вводит, да, в спектакль, и это получается очень весело и интересно. То есть это современная, скажем так, комедия, тем более любовь, мне кажется, актуальна всегда. А как давно поставлен спектакль? Он же давно уже идет, да? Нет, «Антреприза» это вообще премьера, вот это новая «Антреприза», да. То есть сам этот спектакль новый, и буквально он еще практически не обкат, он был в нескольких городах, отзывы, естественно, хорошие, по-другому быть не может. А что говорят зрители? Ну, хвалят Марата, естественно, да. Да, и, ну, как бы, зрители говорят о том, что когда, в принципе, сейчас не самый простой момент идет, и в нашей стране, и в других странах тоже, и когда кругом такое больше негатива, чем позитива, то это как раз тот момент, когда ты приходишь, расслабляешься, смеешься, тебе не надо думать и задавать себе вопрос, быть или не быть, а ты просто уходишь в хорошем настроении. И это вот на данный момент очень важно. Отлично. Ну, как мы уже говорили, спектакль будет 25 января, в день студента. А вот для студентов будут ли какие-то привилегии при покупке билетов? Они уже есть для студентов и для Татьян. А у нас предусмотрена скидка 50%, чтобы, ну, как-то понять, что это вообще ваш день, ребята, и вы можете себе позволить такой подарок. Ну, то есть твоя вторая половинка в сублимации любви идет бесплатно. Здорово, отлично. Дорогие друзья, Наталья пришла не с пустыми руками. Она принесла два билета на спектакль. И сейчас мы эти два билета разыграем. Значит, два билета достанутся тому, кто ответит на вопрос. Опять же, вопрос касается моего любимого режиссера Алексея Кирюченко. Кроме того, что он является отличным режиссером, он еще является очень прекрасным актером. Так вот, мне нужно назвать хотя бы один фильм или сериал, в котором снимался наш любимый Алексей Кирюченко. Отлично, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, ответы присылайте в группу «Наше утро» на ОТВ в соцсетях или звоните по телефону 263-13-28. В гостях у программы «Наше утро» была организатор гастролей Наталья Русских. А мы вернемся в студию через пару минут. Продолжение следует...